6 января Православная Церковь отмечает Великий Праздник на Вечере Рождества Христова, Святой Вечер или Сочельник. Сочельник – это Великий Праздник для христиан. В этот особенный день родился Сын Божий – Иисус Христос. Празднование начинается с появления на небе первой вечерней звезды. Считается, что именно она оповещает о том, что родился маленький Иисус. Поэтому приметы на 6 января очень почитаются в народе. Приметы в этот день приобретают особое значение, влияют на жизнь человека в течение всего будущего года. В этот волшебный вечер люди обращают внимание на все приметы, соблюдают традиции и проводят рождественские обряды. Это название происходит от особого кушанья из пшеницы, орехов и меда – сочево. Традиция есть это блюдо накануне Рождества родилась в память о Данииле и трех отроках, которые, согласно Евангелию, питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы. Впрочем, к ужину приступали только ночью, с восходом первой звезды. До этого момента нужно было поститься. Поздним вечером за столом собиралась вся семья и начиналась вечеря. Обычно застолье проходило в родительском доме. Для сочельника готовили праздничную одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном. Украшали и деревья в садах, обвязывали стволы соломой. Говорили, что благодаря этому они будут лучше расти. Каляда – это славянское народное название рождественского сочельника, праздника Рождества Христова, а также святок от Рождества до Крещения. Основное значение – это славянские обрядовые реалии Рождества. Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись ряженье, калядование, калядные песни, одаривание калядовщиков, молодежные игры и гадания. В канун Рождества на Руси соблюдали обычаи калядования. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни каляды и выпрашивая у хозяев угощения и деньги. Одной из важнейших черт святок, как и масленицы, является ряженье, одевание тулупов шерстью вверх, ношение звериных масок и шумные карнавальные пляски в домах и на улицах. Рядятся в медведя, коня, быка, козу, гуся и журавля. Неотъемлемым атрибутом празднования является звезда на шести, но эта звезда, возможно, появилась позже, после того, как вместо чествования каляды было введено празднование Рождества Христова как символ Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Иисуса Христа. Калядующих везде встречали радушно. Это было залогом того, что будущий год станет удачлив. Девушки в сочельник гадали, «Откуда залает собака, оттуда и жених сватов зашлет». Еще одна примета действовала для всех. Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане, здоровья сто крат прибавится. На этот день в народе существовало множество примет. Например, нельзя было уходить из дома, иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также «на святой вечер ткать, несчастью угождать». По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники. Иний и глубоко промерзшая земля – значит, урожай хлеба будет хорошим. Черные тропинки на снегу – будет хороший урожай гречки. Солнечную погоду в эту ночь обещал Млечный путь, усыпанный звездами. Звездная ночь – черника уродится. Если земля глубоко промерзла и иния много – будут хлеба. Если на снегу есть черные тропинки – гречка. А если весь день был ясным, то будет не только пшеница, но и овощи на грядках. По традиции, с первой вечерней зарей люди садятся за рождественский ужин. Он обязательно должен начинаться с молитвы Господу нашему, после которой нужно съесть три ложки кутьи. Традиционно на рождественском столе должно было находиться 12 блюд, среди которых обязательно кутья и узвар, вареники и постные голубцы, пампушки и капустняк или борщ, винегрет и соленья. Главное, чтобы ужин был постным. Причем вечеря – это и завтрак, и обед, и ужин одновременно. Ведь с рассвета до зари нельзя в течение дня ничего есть. Также сегодня принято навещать своих крестных и родителей, нести им вечерю. А еще в этот день каля дуют, таким образом принося в дом счастье, здоровье и процветание. Что же сегодня нельзя делать 6 января в канун Рождества? Нельзя в этот день работать, убирать, шить, стирать, гладить и чинить, выполнять какую бы то ни было работу. Нельзя в этот день ругаться бранными словами. Нельзя ссориться с другими людьми. Нельзя выпивать алкогольные напитки за рождественским столом. Слишком много говорить и шуметь за вечерей. Выходить из-за стола до тех пор, пока трапеза не будет закончена. Нельзя выходить на улицу и гулять вдали от дома. Нельзя сидеть на углу стола незамужним девушкам. Нельзя в Рождеству оставаться с долгами за душой. Нельзя садить за стол нечетное количество гостей. Нельзя в этот день носить черную одежду. Что же сегодня нужно обязательно сделать? Устроить рождественскую вечерю. Попросить прощения у всех, перед кем ты чувствуешь себя виноватой. Одеться в светлую и праздничную одежду. Также нужно посадить за стол четное количество гостей или, если не хватает одного человека, просто поставить на стол дополнительный комплект приборов. Нужно обязательно осветить свой дом при помощи свечей, которые привлекут в дом счастье и благополучие на весь год. Приметы этого особенного праздника очень разнообразны. В народе считается, что животные сегодня говорят с Богом на человеческом языке и рассказывают Ему, как человек ведет себя со слабыми. Если обидеть сегодня какое-либо животное, оно расскажет об этом Господу. В народе считается, если сегодня отдавать долг, то вы отдадите вместе с деньгами и счастье со здоровьем и благополучием. Если вечером после заката солнца оказаться вне дома, то потом весь год непрекаянным быть и не знать своего места. Девушки 6 января в сочельник гадают на кутье. Нужно плеснуть кутьей на дверь. О чем заговорит первый человек, который войдет в эту дверь, то и будет в жизни в ближайшем году. Если небо сегодня звездное и чистое, то год будет урожайным. Рожденные в канун Рождества – любимчики судьбы, которые никогда ни в чем не нуждаются. Шитье и рукоделие сегодня принесет целый год несчастья. Выносить ссоры с дома – выносить и здоровье с радостью. В народе считается, если не пустить в дом колядующих, значит прогнать удачу и весь год будет несчастным. В новичере Рождества Христова принято зажигать в доме свечи или растапливать камин, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу. К праздничному ужину нельзя надевать старую одежду темного цвета, иначе год пройдет в слезах и трудностях. В сочельник необходимо выйти на улицу и посмотреть в небо. Если увидеть падающую звезду и загадать желание, то оно обязательно исполнится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok